ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Президент Беларуси доручил шукать новые рынки во умовах проблем с поставками продуктов в Россию. Про это он заявил сегодня в ходе рабочей поездки в Дзержинский район Минской области. В центре уваги – питание будовництва молочно-товарных комплексов и подрыхтовка до весновых полевых работ. Александр Лукашенко наведал молочно-товарный комплекс «Вязанка», где ознайомился с применением высокоэффективных технологий. Отримливать смачное и корыстное молоко, то дозволяя сучасное обсталявание, выдатные умовы утримания живел, а так само правильный рацион. В дальнейшем таким опыт плануют выкористовывать по всей краине. Что тыжится готовности до весновых полевых работ, отказные чиновники запылнили, что каких-нибудь великих и невыражальных проблем в этом плане нема. Забеспечена высокая готовность техники, маються запасы минеральных удобрений, выращаются пытания по протягнению механизаторов и забеспеченности сельгазпродприемства палевам на активную фазу работ. Ситуация с весновой поводкой у регионе стабильная и контролюемая. Усе пытания по этой теме обмерковали сёння на посаджении комиссии по надзвычайных ситуациях при Гомельске облавканкаме. По прогнозах, подтопленным может опынуться 101 населенный пункт. В первую очередь это тыжится Петриковского, Житковицкого, Мазырского, Лоевского и Брагинского районов. Зараз вода накрыла 5 участков автодорог и 13 подворков. Эвакуация людей не потребуется. Однако при изменении ситуации воротовальники готовы для оказания оперативной допомоги. Зараз вагание воды у реках региона складают от минус 8 до плюс 6 сантиметров. Становчим чином на ситуацию с поводкой по куль уплываются ночные заморозки, которые крыхустримливают воду. Однако в ближайшие дни чекается резкое потепление. Уже в неделю первого кроссовика поветро прогреется до 13 градусов тепла. Разлив рек чекается высшейше, чем в минулые годы. На наступном тыдне с кончатковым установлением веснового надворья возникнет еще одна проблема – спальвание сухой рослинности. Насельницу треба быть осторожным, тем более, что в других областях уже означались несчастные выпадки. Хотелось бы обратить внимание всех и субъектов хозяйствования, что за это есть административная ответственность, в том числе и граждан. И соответствующие органы переходят в усиленный режим работы. Ожидаем уже сразу, как всегда, пожароопасный период. Он у нас будет вместе с поводком совмещен. Экстренная эвакуация, сигналы пожарных машин и оповещение у будинку пожар, просьба покинуть объект. На передней угандлевом центре «Сокрет» провели отпрацовку надзвычайной ситуации. По легенде, узгорание отбилось на четвертом по версии у детячем забавляльном центре. Для выратовальника упадрихтовали и умолных потерпелых, які по сценарии не смогли самостоянно выбраться на улицу. Подробяю с ней в сюжете Евгений Кухаронак. На годиннику 15.00 запускается дым. Першими выбегают видовожцы, это супрацовники и наведовольники детячего центра. У помешкания уже ничего не видно, однако пожарная сигнализация не спрацовывает. Кировничество «Сокрет» самостоянно телефонует выратовальникам и включает голосовое оповещение об пожаре. Эвакуироваться с объекта людям допомагают члены доброохотной пожарной дружины на подъезде и выратовальники. И они прибыли своечасово и выконали все по нормативах. Из нарушений, сами видели, явилась некоторая неисправность системы оповещения о пожаре, системы автоматической пожарной сигнализации. Не сработали датчики указания, световые указатели эвакуации. То есть, если бы это была реальная ситуация, люди бы не знали, куда выйти. На тушение учебного пожара было задеянно 12 одинок выратовальной техники. Отпрацованы самые разностайные варианты эвакуации потерпелых, навык зуликом выпадку, коли лесовичное пляцо у кадры за на пожаром. Взладженно с выратовальниками працовали и правоохолники. На место на завершенной ситуации прибыли супрацовники ДАИ, милиционеры патрульно-постовой службы, инспекторы и оперативники. На территории Гомельской области, я считаю, совместная работа сотрудников МЧС и УВД Гомельского госполкома проходит слаженно, качественно, на твердую пятерку по пятибалльной системе, о чем конкретно свидетельствуют цифры и статистика погибших в ходе чрезвычайных ситуаций. В результате, по факту выявленных недохопов, в отношении к руководству гандлевого центра будет распочатый администрационный процесс. Предоставлены рекомендации, обовязковые для выполнения. В другом случае, центр будет закрыт. Подобные проверки и отпросовки надзвычайных ситуаций протягиваются до конца дня. Про выники можно доведаться на официальном сайте Министерства по надзвычайных ситуациях. Евгения Кухаронак, Валерия Гопанько, телерадио «Компания Гомель». В Беларуси протягивается проведение субботних телефонных линий мясовых уладов. 31-го соковика с вороты граждан будет принимать наместник старшины Гомельского облого конкама Владимир Привалов. Номер телефона – 33-12-37. У Гомельским горвоконками промую линию проведет керавник справ Алексей Васюченко. Звертаться треба по номеру 33-07-62. Промые линии будут працовать с 9 до 12 годин. Протягиваются и выездные приемы отказных специалистов. Сустреча в формате «Живый диалог» пройшла в населенном пункте УЗА Гомельского района. Проблема водозабеспечения – головное питание, с яким звернулись до удельников рабочей группы вязковцы. Мясовые колодья же и сведровины на приватных подворках – крыницы воды придатных уже для техничных потреб, чем для питья. Когда в вязку проведут централизованные водозабеспечения, уже вым диалогу приняла удел наш корреспондент Наталья Каприленко. Только для технических нужд. Многие покупают воду в городе для питья, а некоторые пьют эту воду, и дети пьют эту воду. У вязцы УЗА больше, как 120 приватных подворков. У основным яны належать старожилам, а лишь мать жилья побудовали и молодые семьи. Центрального водозабеспечения нема. В мясовых мерках пошанцевало тем, чьи домы размещены для колодежа. Там вода лепшая по своих якостях, чем со сведровин. Когда регулярно чистить колодеж, кажут мясовые жихары, воду можно пить. Те, кто молодейший, мясовую воду не пьют, привозят из города. С января месяца мы здесь уже живем. Фильтры мы меняем каждые три дня. Это фильтры за три дня. Стрельная машина аналогична. С января месяца она никакая уже. Вещи белые мы здесь не стираем. Мы все отводим в город родителям стирать. У центра везки, не глядячи на працованный час, шмат людна. На выездный прием прийшли, как кажут, и старые, и молодые. Специалисты гомельского райвыконкама выслухали кожного, кто пришел задать конкретное питание. Те можно вырешить проблему с водозабеспечением у везцы. Про эту проблему у райвыконками ведут и мкнутся, да помогут людям, кажут у дельники выездного приема. Итлумачить мясовым жихарам. Пытание проведения централизованного водозабеспечения у населенных пунктов зараз пропрацовывается. УЗА занесено в спецвесок, которые в худшем часе злушатся водными артериями с Гомелем. Городским гомельским водоканалом разрабатывается схема водоснабжения города Гомеля, в которую в том числе планируется подключение близлежащих населенных пунктов от городской сети. В данной схеме рассматривается подключение населенных пунктов Еремина, УЗА, Победа, Березки, ну и может быть какие-то ряд других населенных пунктов, которые близлежащие расположены к городу. На данном этапе по заказу Гомельводоканала распрацовывается проект водных коммуникаций. Различуются могутности, техничные махчимости по подачи воды, потребности в объемах водозабеспечения. После этого будет вызначен план-график будовництва новых сеток в ближайших от областного центра населенных пунктах. В том числе здесь в УЗЕ есть не так далеко новый квартал индивидуальной жилой застройки городской, в котором уже новые сети, в принципе тоже диаметры их позволяют подключить этот населенный пункт. В УЗЕ центральный водопровод по передних дадзинах заявится на центральных улицах. От этих сеток граждане смогут самостоянно подключать свои домы. Пешие работы по прокладке водных коммуникаций запланованы на початок осени. Наталья Капрыленко, Сергей Лукашук, телерадуя компания «Гомель». Сегодня в Будокошалевском районе собрались представники друкованных и электронных сродков массовой информации. На протягу дня они знакомились с местовой самобытной культурой и казали об особливостях осветления года малой родимы региональными СМИ. В работе областного семинара принял удел Олег Сентюров. Будокошалевский регион с оправдой самобытной. Пешие письмовые узгадывания по местовым населенным пунктам относятся только до 15-го 100-го года. Ранее основную участку территории складали болоты и лесные массивы. Еще в 1873-м году, когда тут пришла чегунка, в районе наличилось всего 18 сельских поселищев, сегодня 230. На передании года малой родимы по инициативе местового населенства у Будокошалевы выдали книгу «Легенды населенных пунктов», по которой собрали поддания историчных назвов везок. Теперь понятие «малая родима» для местового населенства мая конкретный сенс. Все истории происхождения названий населенных пунктов Будокошалевского района рассказывали местные жители, уроженцы Будокошалевской земли, которые являются старожилами. Еще одна тема для осветления, захования и популяризации местовых культурных традиций. В учебатуйском Центре народной творчести обновили на выруб старожитных лялекобярогов. Неколи наши протки верили, что они саправды допомагают подбегнуть несчастью. Вот эта кукла – это кубышка-травница. Она наполнена травкой, лечебными травами, которые мы собираем и высушиваем. Куклы безликие, чтобы в них не вселялись злые духи. Эта кукла на здоровье идет. Если человек болеет, то ее можно ставить в заголовье кровати, либо прикладывать к больным местам. Коллекция Чабатовецкого Центра народной творчести – это некакий сотен бытовых предметов, якими корыстались протки сучасных вязковцев, от байков для сметанкового масла до калавротов и вышиванок. Причем, ся род экспонатов есть саправды уникальные. Вот эта саправды уникальная скрипка, вырубленная у один экземпляра в минулом 100-годе. Заховалась она от прозвища ЯЕ Майсера Дмитрия Волосеевича. Напомню, этот инструмент нельзя прознать сусветно вядомыми скрипками, але в любом выпуске, уже хоро Будакашалевщины своими народными умельцами могут гонориться. Одновить технологию выработки таких скрипок сегодня напыло уже немакчима. У адрознини от выработки традиционных Будакашалевских ручников у Гонмовой Радимы в районе открыли Центр народного ткатства. Сегодня у Майстерни проводится реставрация ткатских станков и организуются мастер-классы. Не ледите на то, что Центр, открыющий всего два месяца тому, зараз тут постоянно занимаются уже пять дорослых и больше десять детей. Это залог того, что старожитные технологии выработки ручников не стратится. А прича того, в этом году в Центре плануется почать вытворчусь ящей и национальных костюмов. Хоть год Малой Радимы – это не только самобытная культура, бадай самое главное – створение умов для годного життя, у тем, как упраз занятость насильництва. Эта тема обмерковалась подчас круглого стола, причем размова не только в предоставлении працовных мест в надержавных предприемствах и в акционерных товариствах. Необходно створать умов для развития предпринимательской инициативы и самозанятости. Сегодня на Гомичине готовы допомогать усим официально зарегистрованным беспроцовным и тебе предоставить отповедные проекты. У нас на 2018 год запланирована выдача 375 субсидий, таких безработным. И безработные обычно открывают, организуют предпринимательскую деятельность, открывают розничную торговлю, ремесленную деятельность организуют, крестьянское фермерское хозяйство в том числе, агроусадьбы открывают, были такие случаи. Олег Сентяров, Валерий Капанько, телерадио «Компания Гомель», Будокошалевский район. Угод Малой Радимы у регионе будет реализованы шерых специальных проектов. Наприклад, на базе Кармянского районного музея аж является инициатива «Музей-Центр мясового развития». Она реализуется у рамках проекта «Садейничание развитию на мясовом узроуне у Республицы Беларусь», який финансуется Европейским Союзом и реализуется программой развития ААН. Выдаткованная сумма – амаль 16 тысяч евро. За инициативой ознайомился Дмитрий Котов. Зрабить життё больше яскравым и цикавым, а свой населенный пункт – больше привабным и утульным для себя и гостей. Так коротко можно вызначить основную сутность инициативы. Кармянский музей, где она реализуется, находится не в районном центре, как звычайно, а в агрогородке Литвиновичи. В этих местах богатая история, за ими связана с жизнью знакомитого педагога-реформатора Пантелея Мона Липешинского. Фонд музея наличит около 3000 экспонатов. Большая их частка связана с Липешинским. Причем это не репродукция, а соправдные предметы, которые имеют дошинение до жизни и творчества знакомитого педагога-реформатора. Фотосдымки, книги, учебники. А вот стол, за яким Липешинский працавал и по звездках историков провел опошние дни своего життя. После Кострышницкой революции устало питание об створении новой системы адукации. Ее распроцовкой занялся Пантелеемон Липешинский. У якости творшей пляцовки ему пропоновали такие городы, як Москва, Санкт-Петербург и Одесса. Алею набрал родные Литвины, ведь шемесце, якое с дятинства запомнилось опрыгожостью сельских пейзажей. И тут, в 1918 году, Липешинский створил первую модель школы Комуны. В учебной установе нового типу, где были объединены разумовая и физичная праца. Сюда было привезено самое последнее оборудование, школьное оборудование. Лучшие учебники из старых гимназий. Здесь были привезены все письма на принадлежности. Это позволило открыть достойную школу Комун. В чем оно отличалось? Это был прототип советской школы, опыт которой переняли все школы Советского Союза. И, в принципе, по этой модели строились в 20-30-е годы все школы Советского Союза. Дякуючи реализации инициативы музея Центра мясового развития, во установе была значительно вновлена материальная база. Заявились и дитяша гульновая комната и ромесная майстерня. И головная – махчимость заховать нематериальные каштовности. Самая важная цель – развитие именно городка Литвиновича, развитие его жителей, развитие музея, который стал центром. Не просто развитие музея, но это стало бы решать многие вопросы, не только музейного характера, но и вторичная занятость населения. Это участие волонтеров в жизни музея. Мясовая инициатива различена и на повышение цикавости до кармянщины сирот туристов. Здесь с целью привлечения туристов убеждена получит новый виток в позиционировании в целом самого региона и в целом, конечно же, все, что имеется на территории непосредственно агрогородка Литвиновича. На территории кармянского района зараз реализуется 8 мясовых инициатив, все в социальной сфере, в глинах адукации, социальной обороны, охолы здоровья и культуры. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания, Гомель, Кармянский район. В Беларуси завершился заключенный этап республиканской олимпиады по учебных предметах. В Гомеле на протягу ты дня споборничали знавцы замежных мол. Город над Сожем собрал больше 200 подлетков из всех регионов Украины. Они демонстровали свои веды в английской, немецкой, французской, испанской и китайской мовах. Урошистое закрытие интеллектуального споборничества прошло сегодня в Гомельском областном доме наученцев и работников установ профессийной адукации. Переможцы заключенного этапа республиканской олимпиады по замежных мовах отримали дипломы и специальные подарунки от Министерства адукации, выконавших комитетов, управления адукацией, а так само громадских организаций. На рахунку представников Гомельской области 13 переможных дипломов, два з'их высшейшого узровню. Так, диплом первой ступени по испанской мове завоевала ученица 17-й Гомельской школы имя Франсиска Демиранды Гана Янченко. Переможцей с поборничества по китайской мове стала Илара Ешень, навученка Гомельской середней школы номер 44 имя Лебедева. До речи, у китайской мове школьники регионы завоевали три дипломы, что вельми добрый выник. Это предмет «Селетние пераможцы» вылучшали по зашкольной программой на факультативных занятках. Организаторы и члены журы означают, что «Селетний узровень» веда удельников особливо высоки. Каждая область показала великолепные результаты. И в каждом языке, из каждого уголка есть очень много из мелких населенных пунктов, потому что современные информационные технологии дают возможность изучать язык, не сидя у себя просто за книгой, а можно выйти в интернет, можно послушать высказывания носителя языка, можно посмотреть фильм на языке, выучить песни на языке. Это дает нам ту персональную мобильность в будущем, чтобы самое лучшее знание по всему миру можно было привлечь к нашему багажу в любой сфере экономики страны и сделать нашу страну более процветающей. Колоритные, яркие, шодры. У Гомеля прошел вечер русской культуры, присвеченный Дню яднания народов Беларуси и России. Мероприемство организовано у рамках проекта «Вечары национальных культур» УГЦК. Хамельчан и гостей города чекала культурно-забавляльная программа с национальным русским колоритом. Сустреча с героями казок, народной песни и танцы, звонки, пероливы русской гармоники и частушки. Фойе строкотела пиарестами фарбами. Тут представили коллекцию предметов даунины и книжную выставу. Своё мастерство продемонстровали и сучасные рамесники. Атмосферу русского кермашупа отрымливали скоморохи, яке пропоновывали усим жадающим подшествоваться сушками и оборанками златка. С концертной программой свято наведал народный ансамбль песни и танца «Путёвка» с города Бранска. Я здесь был уже у вас где-то месяца два-три назад. Это было мероприятие «Вам года не беда», и мне тут понравилось. И, в общем-то, мы решили к вам приехать в коллектив. Репертуар разные, в том числе и авторские. Но основа, конечно, народная песня. Традиции у нас очень схожи. Проявляется и в говоре, и в мелодичности, в интонациях. Мировоззрение одно, одни моральные, нравственные устои, ценности. Ну и, конечно же, наша история, многовековая традиции, подвиги наших отцов, дедов, они, конечно, нас объединяют. И сейчас, в условиях современности, вот эта задача, наверное, наиболее актуальна – сплотиться, быть вместе. Хлебом с солью сустракали гостей с Бранска. Символично, что концерт я не открыли разом с гомельским ансамблем «Рытмы сердца», яким героя у Радженко-Браншины Лидия Яловая. Для братырских народов не иснуе культурных межал. Могутно гучала у таким творшем дуэте песня «Дзве сестры». «Дзве сестры», «Дзве сестры», «Дзве сестры», «Ин навек одна года», «На двоих одна судьба», «Одна дорога», «Две сестры», «Целом мире некрасивей», «Две сестры», «Беларусь» и «Россия». Это и другие новинки вы можете найти на нашем сайте, в интернете по адресу www.tvrgomel.by Далее в эфире «Де факто» и спортивный огляд. Я с вами развествуюсь, всего доброго и до встречи в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает «Де факто» в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. В Жлобинском районе на пожаре не удалось спасти мужчину. Накануне в 9 вечера спасатели выехали по сообщению о возгорании в панельном двухэтажном доме в деревне Бобовка. При проведении разведки звеном газодымозащитной службы на полу в горячей ванной комнате было обнаружено тело хозяина. Мужчина 1968 года рождения проживал один. Причина пожара устанавливается, рассматриваются различные версии. Наиболее вероятные из них – нарушение правил эксплуатации электросети и электрооборудования или неосторожное обращение с огнем при розжиге газовой плиты. Сотрудники Петриковской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира совместно с егерской службой задержали бесправника. Мужчина, не имея на то разрешения, охотился с незарегистрированным огнестрельным оружием. Малокалиберная винтовка с оптическим прицелом и подствольным фонарем досталась мужчине от его деда. К сожалению, удостоверение на право охоты родственник в подарок не оставил. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконное действие в отношении огнестрельного оружия». В Гомеле на остановке общественного транспорта поцеловались легковушка и автобус. Автомобиль Ауди притормозил перед поворотом и получил удар сзади от пассажирского автобуса. В результате столкновения уголок МАЗа остался впечатанным в легковушку. По словам очевидцев, среди пассажиров автобуса были пострадавшие. Таков обзор к этому часу. Оставайте с нами и берегите себя. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания. На Беларусь 4 Гомель новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Сегодня в Гомеле стартовал открытый областной турнир по вольной борьбе «Золотая рысь» среди юных атлетов. Соревнования проходят уже в 12-й раз в стенах с дюшер номер 8. Помимо белорусских спортсменов, в турнире традиционное участие принимают также представители России, Украины и Молдовы. В этот раз желание продемонстрировать свои спортивные навыки изъявили также израильские юниоры. Всего в соревнованиях принимают участие около 200 борцов. Правила, как и всегда, на молодежных состязаниях подобного рода. Каждый период по 2 минуты вместо 3, как во взрослой борьбе. Представлено 13 весовых категорий. Самая легкая – 35 килограмм. Самая тяжелая – 110. Стоит отметить, что накал на областном турнире всегда не шуточный. Ведь для многих это отправная точка для шага в спорт высоких достижений. Турнир достаточно такой известный. И он, в общем-то, многим молодым людям дает путевку в дальнейшем в жизнь. Потому что этот турнир, как считается, спортивный, зачетный турнир. Плюс ко всему, это же, конечно, и популяризация вообще спорта. И привлечение молодежи именно в занятия спортом. По большому счету, здесь буквально через месяц будет Перместа Европы. По этому же возрасту мы проводим официальный возраст. Среди кадетов турнир – это 15-16 лет. И у них еще один этап подготовки для участия в Перместе Европы. Здесь участвуют около 10 спортсменов, выигравшие свои внутренние чемпионаты. Как белорусы, так и россияне, украинцы и молдаване. Около 10 спортсменов, которые через месяц будут защищать свои страны на Перместе Европы. В Гомеле проходят Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь по баскетболу среди юношей 2001-2002 годов рождения. В соревнованиях принимают участие сборные команды областей и города Минска. Продлятся игры до воскресенья. Система проведения баскетбольных баталий построена таким образом, что случайно попасть на пьедестал не получится. Да и определить чемпиона – задача вторичная. Главное – посмотреть возможности участников для будущего их перевода в большой спорт. Ведь ребята в этом возрасте – это ближайший резерв национальной команды. Поэтому для каждого из них Республиканские Олимпийские дни – отличная возможность громко заявить о себе и продолжить дальнейший путь в своей спортивной карьере. Все лучшие в этом возрасте находятся здесь. Сейчас просматриваем все команды, что-то лучшее, если есть. Доложим тренеру национальной команды, гостренеру, которых интересует этот вопрос. И дальше будем этих людей везти, чтобы их подвезти уже или к команде мастеров, или же к сборной команде Республики. Семилетний Егор Гринько из Гомеля стал чемпионом США по шахматам в своей возрастной категории. На национальном юношеском шахматном конгрессе, который прошел в марте, Егор Гринько занял первое место, набрав 4,5 из 5 баллов и обыграв 22 участника. Победе на национальном чемпионате Америки предшествовали и другие достижения. В местных соревнованиях по шахматам Егор занял три первых и одно второе место. Игре в шахматы мальчика обучила мама. Позже он начал заниматься в Гомельской с дюшер номер 3 под руководством тренера Марины Терешковой. По мнению родителей, благодаря ее стараниям Егор смог добиться высоких результатов. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на «Беларусь-4». Оставайтесь на «Беларусь-4».